Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем разговор о задачах фармацевтической химии. И тема лекции, на которой мы подробнее сегодня остановимся, это примеси испытания на чистоту. Среди задач фармацевтической химии, таких как моделирование новых лекарственных средств, их синтез, изучение фармакокинетики и другое, особое место занимает анализ качества лекарств. Фармацевтический анализ – это комплекс приемов и методов, позволяющих провести оценку качества лекарственных средств. Это один из важнейших разделов фармацевтической химии, а проведение его является основным содержанием работы провизора-аналитика. В зависимости от поставленных задач при проведении фармацевтического анализа осуществляются различные виды деятельности. Это фармакопейный анализ. Фармакопейный анализ – это анализ лекарственных субстанций и изготовленных из них лекарственных форм по фармакопейной статье. Итогом такого анализа является вывод о возможности или невозможности использования в медицине исследуемого объекта. Следующий вид фармацевтического анализа – это постадийный контроль производства лекарственного средства. Начинается он от контроля исходного сырья до контроля качества полученного лекарственного средства. Анализ по технологическому регламенту проводится в спецификации. Следующий вид фармацевтического анализа – это анализ лекарственных форм индивидуального изготовления. Это внутриаптечный контроль качества лекарственных форм, изготовленных по индивидуальным рецептам, так называемый экспресс-анализ. Анализ проводят по государственной фармакопии, инструкциям, методическим рекомендациям. Биофармацевтический анализ – это анализ лекарственных средств в биологических жидкостях, крови, мочах, тканях и т.д. Анализ проводят по экспериментальным методикам. Фармакопийный анализ, как мы уже говорили, проводится с помощью фармакопийных статей. Государственная фармакопия Российской Федерации представляет собой основной нормативный документ, сборник обязательных общегосударственных стандартов и положений, определяющие показатели качества лекарственного средства. Требования государственной фармакопии являются обязательными для всех предприятий и учреждений нашей страны, которые занимаются изготовлением, контролем, хранением и применением лекарственных средств. При проведении фармакопийного анализа прежде всего необходимо удостовериться в подлинности вещества, то есть тем или иным способом или комплексом испытаний доказать, что это именно то вещество. То есть отвечаем на вопрос, что это такое. Убедившись в подлинности, необходимо проверить его доброкачественность. То есть ответить на вопрос, не содержит ли вещество примесей, снижающих его фармакологический эффект или более того, являющиеся токсичными. Здесь указаны также константы температуры плавления, удельный показатель поглощения, удельное вращение и так далее. Эти константы доказывают и чистоту, и подлинность лекарственных средств. Выполнив эти этапы работы, необходимо провести определение количественного содержания действующего вещества в лекарственном средстве. Только после получения удовлетворительного ответа на эти три вопроса, что, какое, сколько, можно сделать вывод о пригодности к употреблению лекарственных средств. Для проведения этих исследований применяются физические, химические, физико-химические, биологические методы анализа, описанные в государственной фармакопии. В частных статьях использовать для решения задач фармацевтического анализа можно только описанные в государственной фармакопии методы. То есть, в частных статьях идет ссылка на общие фармакопийные статьи, в которых уже указаны общие методы анализа. Следовательно, фармакопийный анализ это комплекс официальных, то есть разрешенных фармакопеей, методов исследования лекарственных средств и лекарственных форм, используемых для подтверждения подлинности, проверки отсутствия или предельного содержания примесей и количественного определения действующего вещества. Статьи и положения государственной фармакопии носят законодательный характер. Законодательный характер фармакопии определяет контрольные функции фармацевтического анализа. Если полученные при проведении исследования результаты позволяют сделать вывод о том, что лекарственное средство удовлетворяет или соответствует требованиям государственной фармакопии, следовательно, это делает возможным применение лекарственных средств в медицинской практике. Выражение фармакопийный препарат обычно является синонимом понятия пригодной для медицинского применения. Содержание, то есть перечень приемов и методов, используемых для выполнения задач фармацевтического анализа, имеет свои особенности. Набор методов должен делать возможным анализ веществ в самой различной природе, в самых различных концентрациях. Должен делать возможным анализ как чистых компонентов, то есть индивидуальных веществ, так и сложных многокомпонентных лекарственных смесей. Арсенал лекарственных средств постоянно пополняется новыми препаратами, поэтому постоянно совершенствуется и набор методов анализа. К постоянному развитию и применению более точных и чувствительных методов анализа обязывает и то, что объект следования провизора аналитика – это лекарственное вещество, от которого зависит жизнь и здоровье человека. Отсюда и высокие требования к методам, разрешенным для анализа лекарственных средств, то есть фармакопейным. Специфичность, чувствительность, точность, экономичность, малый расход исследуемого вещества, реагентов, времени. В связи с этим в последние годы наметилась тенденция к переходу на расширенное использование физических и физико-химических методов анализа. В частности, широко применяются спектральные методы, инфракрасная, ультрафиолетовая спектрофотометрия, спектроскопия ядерного магнитного резонанса и другие. Активно используются хроматографические методы, высокоэффективная жидкостная хроматография, газо-жидкостная хроматография, тонкослойная, электрофорез и т.д. Таким образом, фармацевтический анализ это постоянно совершенствующийся комплекс физических, химических и биологических методов анализа, описанных в государственной фармакопии, обеспечивающие решение задач по контролю качества как индивидуальных лекарственных средств, так и сложных лекарственных форм, содержать в них самых различных концентраций этих веществ и отвечающих высоким требованиям с учетом особой ответственности провизора перед обществом за жизнь и здоровье человека. Лекарственные средства являются продуктами массового производства, поэтому они не могут быть химически чистыми и всегда содержат примеси. С точки зрения аналитической химии примесь – это вещество постороннее основному веществу, содержащееся в образце от 0,01 до 5%. Если примесь содержится в количестве менее 0,01%, то в аналитической химии она носит название «следы». Так как лекарственные средства используются в медицинской практике, к ним предъявляются более высокие требования к качеству, и поэтому с точки зрения фармакоптического анализа примесь – это вещество постороннее, основному веществу, содержащиеся в количестве менее 0,01%. Откуда же появляются примеси в лекарственных средствах? Основные источники – это технологический процесс и неправильное хранение и транспортировка. Технологические процессы – это могут быть вспомогательные вещества, остатки растворителей, хлорид ионы, тульфат ионы, ионы кальция, ионы аммония. Также примеси могут попадать от аппаратуры и оборудования, на котором производится лекарственное средство. Это касается ионов железа, свинца, свинка, мышьяка. Исходное сырье, которое используется при производстве лекарственных средств, продукты синтеза и полусинтеза – это уже специфические примеси, характерные для конкретного лекарственного вещества. Следующее направление, как источник примеси в лекарственных веществах – неправильное хранение и транспортировка. Когда не были учтены свойства или нарушены условия хранения лекарственных средств, происходит его разложение, нередко с образованием продуктов опасных для организма. Таким образом, неподходящие условия хранения могут быть причиной недоброкачественности лекарственных средств. Классификация примесей. Существует несколько классификаций примесей. Рассмотрим основные. Первая классификация по унификации. Примеси делятся на общие и специфические. Общие примеси часто встречаются в частных фармакопильных статьях. В основном во всех субстанциях их необходимо испытания проводить. И методики их определения указаны в общей фармакопильной статье, которая называется «Испытания на чистоту и допустимые пределы примесей». Эти примеси, я еще раз повторюсь, очень часто встречаются во многих лекарственных средствах. и требования к ним написаны в частных фармакопильных статьях, а ссылки на методики даются на общую фармакопильную статью. Это мы с вами рассмотрим более подробно и на практических занятиях, и это будет на первой контрольной точке. Следующая группа «Специфические примеси», то есть это те, которые характерны только для данного вещества. Соответственно, на них общей фармакопильной статьи нет, и они будут указаны в частных фармакопильных статьях. Эти примеси мы будем с вами рассматривать уже в частной фармакопильной лекарственной химии касательно конкретно индивидуальных лекарственных средствах. Следующая классификация «По изменению фармакологического эффекта и способности вызывать токсический эффект». Существуют допустимые и недопустимые примеси. Допустимые примеси – это примеси, не оказывающие влияния на терапевтическую активность лекарственного препарата и на организм. Для них в нормативной документации устанавливаются предельные концентрации, то есть максимальное количество, которое может присутствовать в лекарственном веществе и в том количестве примеси является нетоксичной. Недопустимые примеси – это примеси, которые влияют на терапевтическую активность, по сути их не должно быть в лекарственном средстве, но этот термин является условным, так как определение содержания примеси зависит от чувствительности метода, который определен в нормативной документации. Следующая классификация примесей – это органические примеси и минеральные. Примеси веществ допускается мало, поэтому для их определения необходимо выбрать высокочувствительный метод. То есть любая качественная реакция на какой-либо катион или анион не подойдет. Методы бывают физические, химические, физико-химические, биологические. Физико-химические методы самые чувствительные, поэтому при испытании лекарственных веществ на чистоту государственной фармакопии рекомендуют использовать физико-химические методы. Физико-химический метод – это количественная интерпретация химических реакций по изменению физических явлений. Государственная фармакопия рекомендует для определения примесей нефилометрию по мутности, калориметрию по окраске. Эти методы дают возможность определить примесь и дать ее количественную оценку. В основе методов лежит химическая реакция, которая должна отвечать следующим требованиям. Она должна быть чувствительной, должна быть специфичной или избирательной, должна быть хорошо воспроизводимой. Так как государственная фармакопия требует установления только пределов содержания примеси, а не точного их количества, то рекомендуется использовать не инструментальные, а визуальные физико-химические методы. То есть нефилометрия и калориметрия используются в визуальном варианте. Это значит, что пределы содержания примесей оцениваются визуально, а не с помощью прибора. Определение примесей в лекарственных средствах и оценку их содержания проводят с помощью 1. Визуального сравнения с эталонными растворами, устанавливающими предел содержания данной примеси, после проведения реакции с испытуемым или эталонным раствором. окраска или ополисценция, помутнение испытуемого раствора должна быть не интенсивнее окраски или ополисценции, то есть помутнение эталонного раствора. Позже мы скажем о том, что такое эталонный раствор. То есть мы не устанавливаем точное содержание примесей в лекарственных средствах, а мы говорим о том, что эта примесь находится в допустимых пределах, сравнивая испытуемые растворы с эталонными. Если мы видим, что окраска или ополисценция испытуемого раствора не интенсивнее, чем окраска или ополисценция эталонного раствора, значит эта примесь находится в допустимых пределах. Помимо визуальной оценки, также используют физико-химические методы, спектроскопические, хроматографические и другие. Общие замечания к испытаниям на чистоту. Вода и все реактивы должны быть свободны от ионов, на содержание которых проводят испытания. Пробирки, в которых проводят наблюдения, должны быть бесцветными, прозрачными, из нейтрального стекла с плоским дном одинакового диаметра около полутора сантиметров, если не указано иначе в фармакопейной статье. Если не указано иначе, навески для приготовления эталонных растворов растворов отвешивают с точностью до 1 миллиграмма, 1 тысячный грамм. Наблюдение помутнения и опалисценции раствора проводят в проходящем свете на темном фоне, так как темный фон поглощает электромагнитное излучение, то свет будет проходящий. А окраски пассий пробирок при дневном отраженном свете на матово-белом фоне. Прибавление реактивов к испытуемому и эталонному раствору проводят одновременно и в одинаковых количествах. В случае, когда в соответствующей фармакопейной стадии или нормативной документации указано, что в данной концентрации раствора не должно обнаруживаться той или иной примеси, повторяю, не должно обнаруживаться той или иной примеси, поступает следующим образом. Здесь этот метод указан как без эталона. К 10 мл испытуемого раствора прибавляют применяемые для каждой реакции реактивы, указанные в методике, кроме основного реактива, который открывает данный пример. Затем раствор делят на две равные части, к одной из них прибавляют основной реактив и оба раствора сравнивают между собой. Между ними не должно быть заметной разницы. Итак, еще раз подытожим. Эталонный метод используют для определения допустимых примесей. Он основан на сравнении с эталонным раствором, со стандартами. Прибавление реактива к испытыванию эталонного раствора проходит одновременно в одинаковых количествах. Безэталонный метод используется для обнаружения недопустимых примесей. В фармакопии они так не указываются, а пишется, что не должно содержаться той или иной примеси. Такие примеси мы называем недопустимыми. Для них используют безэталонный метод. В результате этого метода устанавливается предел содержания примесей по отсутствию положительной реакции. Итак, что же такое эталонный раствор? Это растворы точно известной концентрации, содержащие строго определенное государственное фармакопии количество примесей и используемые в фармацевтическом анализе для определения допустимых примесей. Эталоны раствора готовят из веществ, содержащих определенную структурную часть, которая определяется как примеси. Итак, для определения примесей хлорид-ионов в качестве стандартного вещества для приготовления тарлонного раствора используют натрия хлорид. Для обнаружения сульфат ионов в качестве стандартного вещества используют раствор калия сульфата. Стандартный раствор кальций-иона готовят из кальция-карбоната. Стандартный раствор аммони-иона готовят из аммония хлорида. Эталоны раствор иона цинка готовят из оксида цинка. Стандартный раствор ионов железа готовят из железа-3 аммония сульфата. Так называемые железоаммонийные квасцы. Стандартный раствор ртути-иона ртути-2 готовят из ртути-2 оксида. И специально я пропустила. Здесь указан как определяемая примесь иона свинца. На самом деле не только свинца, но и согласно общей фармакопедной статье в сертифировых металлах определения. Для приготовления такого эталонного раствора используют свинца нитрат. Методики приготовления эталонных растворов указаны в общей фармакопедной статье. При приготовлении эталонных растворов учитывая требования метрологии. Приготовление эталонных растворов включает в себя две операции. Это взятие навески. И второе – отмеривание растворителя. На этих стадиях могут возникнуть погрешности, которые бывают относительными и абсолютными. Абсолютные ошибки или погрешности объективные, то есть они зависят от класса точности прибора и их мы уменьшить никак не можем. Относительные погрешности субъективные, на них можно повлиять, то есть свести их к минимуму. На первой стадии взвешивания при приготовлении растворов точной концентрации навеску берут на аналитических весах. Абсолютные ошибки будут определяться классом точности весов. Относительные погрешности зависят от размера навески. Навески бывают макро, то есть 0,5 грамма – это 500 миллиграмм и более, и микронавески. Микронавески – это сотые доли грамма и меньше. Соответственно, как вы думаете, где будет больше погрешность – в макро- или микронавески? Давайте с вами разбираться. Относительные погрешности для макронавесок, конечно, будут меньше, чем для микронавесок. И для того, чтобы уменьшить относительную погрешность, нужно увеличить навеску. И затем использовать прием разведения, то есть развести раствор во столько раз, во сколько раз увеличена навеска. Чувствительность аналитических весов составляет 0,1 миллиграмма или 0,010 грамма. Четвертый знак после запятой. Рассмотрим вариант микронавески. Если навеска 0,05 грамма, составляем пропорцию. Навеска 0,05 грамма берем за 100%. Точность весов, чувствительность их – это х процентов. Х, соответственно, 0,2%. Это и будет относительная ошибка взвешивания, если навеску увеличить в 10 раз до... Если навеску увеличить в 10 раз до 0,5 грамма, это уже будет макронавеска, то посмотрите, как меняется относительная погрешность. В 10 раз она уменьшает. То есть в 10 раз мы с вами увеличили массу навески, в 10 раз мы уменьшили относительную погрешность. Для измерения объемов используют мерную посуду. При измерении объема могут возникнуть ошибки, зависящие от прибора, то есть абсолютные ошибки. Растворы готовят в мерных колбах, а оликвотную часть отмеривают мерной пипеткой. Объем оликвотной части должен соответствовать объему пипетки. Необходимо уметь рассчитывать навески исходных веществ и обосновать методику приготовления эталонного раствора. Рассмотрим с вами пример расчета навески для приготовления эталонного раствора, используемого для определения допустимой примеси хлориды. Концентрация эталонного раствора на хлорид и он, указанная в общей фармакопейной статье «Испытание на частоту допустимой пределы примеси», равна 2 мкг в 1 мл. Для расчетов удобнее ее выразить в процентном выражении. Это будет 0,002%. Готовят эталонный раствор обычно 1 литр. Поэтому рассчитывают содержание хлорид иона в 1 литре. То есть, так как у нас 0,002%, 0,002% содержится в 100 мл, в 1000 мл – Х. Находим Х, получаем 0,002 г хлорид иона в 1 литре. Далее делают перерасчет на вещество натрия хлорид. Из него мы будем готовить эталонный раствор. Для этого расчета используют малярную массу натрия хлорида. Малярная масса натрия хлорида – 58,44 г на моль. Малярная масса хлорид иона – 35,55 г на моль. Отсюда составляем пропорцию. В 58,44 г натрия хлорида содержится 35,55 г хлорид иона. А нам с вами нужно взять, вот мы рассчитывали, 0,002 г хлорид иона. Соответственно, сколько натрия хлорида нам нужно взять? Составляем по пропорции, да? 0,002 г умножаем на 58,44 г, делим на 35,55 г. И получаем 0,003 г натрия хлорида. То есть, это микронавеска. Как мы с вами говорили, микронавеска имеет большую погрешность измерений. Поэтому микронавеску мы увеличиваем в 200 раз. Получаем 0,659 г натрия хлорида. Итак, методика приготовления эталонного раствора на хлорид ион. 0,650 г точная навеска натрия хлорида количественно переносит в мерную полбу вместимостью на 1 литр, растворяет в небольшом количестве воды, доводит водой до метки. Этот стандартный раствор содержит 400 мкг на мл хлорид иона. Для того, чтобы приготовить стандартный раствор 2 мкг на мл хлорид, то, что нам изначально требовалось, с которым мы будем сравнивать, потом допустимый предел содержания определяем, берем 5 мл хлоридов полученного стандартного раствора 400 мкг на мл хлорид с помощью пипетки на 5 мл и переносим в мерную полбу на литр. Доводим раствор водой до метки. И таким образом, с помощью разведения, мы получаем стандартный раствор 2 мкг на мл хлорид иона, которые в дальнейшем будем использовать для сравнения. Итак, еще раз подытожим. Для того, чтобы уменьшить относительную погрешность, необходимо взять макронавеску, а потом, после приготовления этого раствора, разбавить его. Итак, для самоконтроля, несколько вам вопросов. Каковы общие требования к выполнению испытаний на наличие примесей? Вам нужно из 9 утверждений выбрать несколько верных. Первое. Пробирки должны быть с круглым дном. Второе. Пробирки должны быть с плоским дном. Третье. Реактивы должны быть свободны от ионов, на содержание которых проводят испытания. Четвертое. Пробирки должны быть одинакового диаметра, около 1,5 см. Пятое. Пробирки должны быть диаметром от 1 до 1,5 см. Шестое. Наблюдение помутнения полисцинции раствора проводят на темном фоне. Или седьмое. На матово-белом фоне. Наблюдение окраски раствора проводят восьмое. На матово-белом фоне. Или девятое. На темном фоне. Я даю вам несколько минут для размышлений, для того, чтобы вы выбрали правильное утверждение из девяти указанных. Продолжение следует. Продолжение следует. Итак, проверим. Правильные ответы выделены зелёным шрифтом. Пробирки должны быть не с кровным, а с плоским дном. Реактивы должны быть свободны от ионов, на содержание которых проводят испытания. Иначе мы их просто откроем, эти ионы, не в испытуемом веществе, а в вспомогательных реактивах, которые используем для анализа. Пробирки должны быть одинаковых диаметров, около полутора сантиметра. Наблюдение помутнения полисцинции проводят на темном фоне, а наблюдение окраски проводят на матово-белом фоне. Так остановимся на рассмотрении качественных реакций для обнаружения часто встречающихся примесей. Эти методики анализа описаны в общей фармакопильной статье 1.2.2.2.0.0.0.1.15. Общая фармакопильная статья на определение примесей. Примесь хлорид-иона Реакцию проводят с помощью нитрата серебра в присутствии азотной кислоты. Присутствие азотной кислоты делает эту реакцию избирательной. Конечно, реакция вам хорошо известна. Хлорид-ион, взаимодействуя с серебра-нитратом, дает осадок хлорид-серебра. Но примесь эта зачастую допустимая находится в очень маленьких количествах, поэтому, конечно, осадков мы не увидим, а увидим аполисценцию или мутность. И уже потом мы будем сравнивать испытуемый раствор с эталонным раствором. Аполисценция испытуемого раствора не должна быть выше, чем аполисценция эталонного раствора. Определение примесей сульфатов Реакция проводится с реактивом хлорида бария в присутствии соляной кислоты. В результате этой реакции также будет проявляться белая аполисценция, которая не должна быть интенсивнее аполисценции эталонного раствора. Сейчас мы сделаем перерыв на 10 минут. Продолжение следует... 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 Итак, продолжим. Следующая примесь, которую мы с вами рассмотрим, примесь кальция. Растворы солей кальция в зависимости от их концентрации дают с раствором аммониоксалатов помутнение или мелкие белые мелкокристаллические осады, которые не исчезают при прибавлении уксусной кислоты, но легко растворим при прибавлении хлористоводородной или азотной кислоты. Предельная чувствительность реакции 3,5 мкг на мл кальций-иона. При концентрации кальций-иона 30 мкг на мл наблюдается помутнение раствора. Так реакцию проводят с аксалататомомония. В присутствии аммониохлорида, в результате чего выделяется аммонияоксалат. Аксалат кальций. Сравнение мутности раствора с эталоном проводят через 10 минут. Мутность, появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать мутности эталонного раствора. Как мы уже говорили, для приготовления стандартного эталонного раствора используют кальций-карбонат. Примесь аммония. Определение примесей ионов аммония в лекарственных средствах основано на образовании в зависимости от их концентрации желто-бурого осадка или желтого окрашивания со щелочным раствором калия-тетра-йода-меркурата. В качестве реактива используют калия-тетра-йода-меркурат или так называемый реактив Неслера. Предельная чувствительность 0,3 мкг на мл аммониона. При концентрации аммониона 2 мкг на мл наблюдается выраженное желтое окрашивание. К испытуемым и эталонным растворам прибавляют по 0,15 мл реактива Неслера и перемешивают. Через 5 минут сравнивают окраску раствора. Окраска, появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать окраску эталонного раствора. Определение примеси цинка. Определение цинка основано на образовании с раствором калия-ферроцианида. В зависимости от концентрации ионов цинка, белого помутнения раствора или белого осадка нерастворимых вратведенных кислотах. Предельная чувствительность реакции 1 мкг на мл цинк-иона. При концентрации цинк-иона 5 мкг на мл наблюдает помутнение раствора. Определение тяжелых металлов. Напомню, что эти методы определяют такие металлы, как свинец, ртуть, висмут, сурьма, олова, кадмий, серебро, медь, молебден, ванадий, рутений, платина, паладий. Определение основано на образовании окрашенных сульфидов. Кроме указанных элементов, окрашенные сульфиды образуют железо в количестве более 5 сантипроцентов и мышьяк. В качестве источника сульфида используют раствор натрия сульфида в методе 1 или тиацетамидный реактив в методе 2. После проведения реакции интенсивность окраски испытуемого раствора сравнивает с окраской эталонного раствора. Окраска, появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать окраску эталонного раствора. Определение считается достоверным, если в эталонном растворе наблюдается слабое окрашивание по сравнению с контрольным раствором. Определение тяжелых металлов в растворах лекарственных средств возможно для субстанций, образующих прозрачные бесцветные растворы и не влияющих на взаимодействие ионов-металлов, сульфид-ионов вследствие наличия комплексообразующих свойств. В остальных случаях определение проводят из сульфатной золы или после другого способа минерализации испытуемого лекарственного средства. Предельно допустимое содержание тяжелых металлов, метод испытания и условия подготовки испытуемого образца должно быть указано в фармакопейной статье. При использовании метода 1, а методы будут указаны в частной фармакопейной статье, которую нужно использовать, к полученным растворам прибавляют раствор уксусной кислоты разведенной, натрия сульфид, перемешивают и через 1 минуту сравнивают окраску растворов. В сравниваемых растворах допустима слабая аппалисценция от выделившейся серы. В методе 2 к полученным растворам прибавляют ацетатный буферный раствор с PH 3,5, перемешивают, прибавляют теоцетамидный реактив, перемешивают и через 2 минуты сравнивают окраску раствора. Приведенные методы не являются селективными и могут быть использованы только для определения предельного суммарного содержания перечисленных тяжелых металлов. Для количественного определения отдельных ионов следует использовать следующие методы. Это атомно-адсорционную спектрометрию, атомно-эмиссионную спектрометрию с индуктивно связанной плазмой, масс-спектрометрию с индуктивно связанной плазмой, методики количественного определения тяжелых металлов лекарственных средств должны быть валидированы и описаны в фармакопейной статье. Определение примеси железа. Химические методы определения примеси железа в лекарственных средствах основаны на образовании окрашенных растворов при взаимодействии ионов железа с различными реагентами. Сульфосалициловой кислотой соли 2- и 3-х валентного железа в зависимости от концентрации образуют в аммиачной среде желтые или коричнево-красные растворы сульфосалицилатных комплексов. Эта реакция используется в методе 1. В зависимости от природы испытуемого образца используются различные модификации этого метода. С теогликолевой кислотой в аммиачной среде или с аммониотиоциноганатом в кислой среде соответственно это метод 2 и метод 3. Соль и железо в зависимости от концентрации и степени окисления образуют розовые или красные растворы соответствующих соединений. После добавления соответствующих реактивов с учетом используемого метода сравнивать интенсивность окраски испытуемого раствора с окраской эталонного раствора. Окраска, появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать окраску эталонного раствора. Предельно допустимые содержания солей железа метод испытания, условия подготовки испытуемого образца и концентрации стандартного раствора железа должны быть указаны в фармакопийной статье. Определение примеси ртути Описанные ниже методы определения примеси ртути в лекарственных средствах основаны на экстракционно-фотометрическом определении ртути-2 иона с дитезоном метод 1 и определении метода атомно-адсорционной спектрометрии с беспламенной атомизацией методом холодного пара метод 2. Продолжение следует... Продолжение следует... После проведения реакции иона ртути с раствором дитезона оптическая плотность испытуемого раствора не должна превышать оптической плотности эталонного раствора. Определение примеси ртути методом атомно-адсорционной спектрометрии с беспламенной атомизацией методом холодного пара заключается в восстановлении иона в ртути до металлической ртути. Получение с помощью генератора атомного пара паров ртути последующей их отгонки потоком воздуха или инертного газа в абсорционную ячейку атомно-адсорционного спектрометра и измерение поглощения монохроматического излучения на резонансной длине волны 253,7 нанометра от ртутной лампы. Определение примеси фосфатов Определение фосфатов основано на их способности образовывать с молебдат ионами в присутствии восстановителя соединения синего цвета молебденовую синь. Определение примеси фосфатов проводят с фосфорно-молебденовым реактивом в присутствии олова-2-хлорида в качестве восстановителя Сравнивать с эталонным раствором фосфатов Напомню, что стандартный раствор фосфатов готовят из калия фосфата однозамещенного КАЛИ-H2PO4 Окраска испытуемого раствора не должна быть интенсивней окраски эталоновой. В результате проведенной реакции образуется фосфорно-молебденовая кислота которая восстанавливается ионами олова до молебденовой синей Определение примеси алюминия Для определения алюминия в лекарственных средствах предназначенных для использования гемодиализ используют метод атомно-адсорционной спектрометрии Это метод 2 Метод 1 Используется реакция с гидроксихинолином в результате которой образуется комплекс А затем методом флориметрии определяется интенсивность флоресценции испытуемого и эталонного раствора Флоресценция испытуемого раствора не должна быть интенсивнее флоресценции эталонного раствора Определение примеси мышбляка Весьма распространенной примесью в лекарственных веществах особенно неорганической природы является мышьяк Он сопровождает многие руды и попадает в лекарственные вещества получаемые из них или может присутствовать в металлах из которых изготовлена аппаратура Кроме того, соединения мышьяка применяются в технологии стекол Из всех этих материалов мышьяк может попасть в лекарственные вещества при их изготовлении Несмотря на то, что пробой на тяжелые металлы обнаруживается и мышьяк проба на его присутствие ввиду большой токсичности мышьяка проводится дополнительно Фармакопея рекомендует два метода определения мышьяка Как правило, при проведении анализа лекарственных веществ используется метод 1 обладающий большей чувствительностью превышающей чувствительность метода 2 на два порядка то есть в 100 раз Итак, метод 1 В этом методе определение предельного содержания мышьяка основано на восстановлении соединений мышьяка до мышьяковистого водорода с последующим получением желтобурого продукта реакции Определение проводят с помощью прибора приведенного на экране прибор состоит из конической клубы вместимостью на 100 мл закрывающейся пробкой через которую проходит стеклянная трубка расширенной верхней части длина расширенной части составляет 120-150 мм внутренний диаметр 10-12 мм в нижнюю часть трубки помещают тампон из 50-60 мг неплотно упакованной цинцово-ацетатной ваты верхняя расширенная часть трубки закрыта пробкой через нее через нее проходит вторая стеклянная трубка длиной 100 мм и внутреннюю диаметром 5-6 мм нижнюю часть нижнюю часть второй трубки закрывают плоской ртутно-хлоридной или ртутно-бромидной бумаги шириной 6 мм в данном случае представлена ртутно-хлоридная бумага верхние края полоски закреплены между стенками первой трубки и пробкой и в данном методе происходит восстановление соединения мышья водородом в момент выделения используют цинк кислой среде в момент выделения водорода происходит восстановление соединения мышья до мышьяковистого Водорода арсина, который обнаруживает по реакции комплекса образования с дихлоридом ртути, окрашивая её в зависимости от концентрации в оранжевый или жёлтый цвет, а после обработки калия йодидом в буровато-коричневый. С помощью этого процесса можно обнаружить в реакционной смеси 0,001 мг мышьяка. Предел чувствительности реакции можно повысить до 0,005 мг, если обработать бумагу раствором калия йодида. В данном случае происходит проявление окраски, обусловленное взаимодействием избытка дихлорида ртути с йодидом калия. Реакции мешают соединения сурьмы, фосфора, тяжёлых металлов, ртути, серебра, сульфида, сульфаты, окислители, азотная кислота, нитраты, нитриты, галогены. Органические соединения мушьяка, сернистый ангидрид. Фосфор в этих условиях образует фосфин, PH3, сульма, стибин, стиби-H3, взаимодействующий с дихлоридом ртути с образованием аналогичного окрашивания. Окислители препятствуют образованию арсина, поэтому эти мешающие соединения предварительно удаляют кипячением препаратов с концентрированной серной кислотой и пергидролем. При обнаружении мушьяка не следует допускать разогревание реакционной массы, так как могут идти процессы восстановления серной кислоты водородом. Для улавливания указанных продуктов восстановления используют вату, пропитанную раствором свинца ацетата. И вы видите, с помощью свинца ацетата, сульфид, коксид серы 4 улавливаются и здесь осаждаются. В колбу, где находится соответствующим образом приготовленное вещество, прибавляют 10-12 капель раствора дихлорида олова. Два грамма гранулированного цинка без мушьяка тотчас закрывают колбу пробкой, составленной верхней частью прибора. Содержимое колбы осторожно взбалтывают и оставляют на 1 час. При этом температура реакционной смеси не должна превышать 40 градусов. Параллельно в другом таком же приборе проводят контрольный опыт со всеми реактивами и с прибавлением 0,5 мл. эталонного раствора мушьяка. В случае, если примесь мушьяка будет недопустимой, эталонный раствор не добавляется. Через 1 час полоску бумаги, пропитанную раствором дихлорида ртути, помещают в раствор ядидокалия. Через 10 минут раствор ядидокалия сливают полоску бумаги, тщательно промывают несколько раз водой деконтакцией в том же стакане и сушат между листами, фильтровая на бумаге. Полоска бумаги, взятая из прибора, с исследуемым веществом, не должна быть окрашена или окраска ее не должна быть интенсивнее окраски бумаги в контрольном опыте. Как выводят подготовку препаратов для определения в них мушьяка? Если используются неорганические препараты. Препараты, не содержащие азотной кислоты, нитратов, нитритов, не выделяющие в условиях проведения испытаний галогенов, сероводорода, сернистового ангидрида и фосфина. Такие лекарственные средства, их навески, соответственно указаны в частных фармакопедных статьях, помещают в колбу прибора для испытания и прибавляют 20 мл. разведенной хлористовой водородной кислоты. Если в препарате содержатся перечисленные вещества, а это азотная кислота, нитраты, нитриты, соединения, выделяющие в условиях испытания галогены, сероводород, сернистовый ангидрид, фосфины, то навеску испытуемого препарата, указанную в соответствующей фармакопедной статье, помещают в колбу прибора и прибавляют туда же 10 мл. концентрированной серной кислоты. И кипятят 40 минут. Так, говорили? Вот. Для того, чтобы избавиться от мешающих веществ. Затем, в горячий раствор прибавляют по стенке колбы 4 мл. пергидроля, нагревают еще от 10 до 15 минут и по охлаждению прибавляют 20 мл. воды, не допуская сильного разогревания. Если испытания подвергаются органические лекарственные средства, навеску испытуемого препарата, указанную в соответствующей фармакопедной статье, помещают в колбу прибора, прибавляют 10 мл. концентрированной серной кислоты и кипятят до обугливания, но не менее 40 минут. Затем, в горячий раствор прибавляют по стенке колбы пергидроль порциями по 4 мл. до обесцвечивания раствора. Нагревают еще 10-15 минут и по охлаждению прибавляют 8 мл. воды, не допуская сильного разогревания. Это был первый метод. Метод 2. Соединение мышьяка при нагревании восстанавливается гипофосфитом натрия в кислой среде до металлического мышьяка и в зависимости от концентрации дают бурый осадок или бурое окрашивание. В случае побурения или образования бурого осадка в пробирку после охлаждения прибавляют воду, эфир, тщательно взбалтывают. При наличии мышьяка на границе жидкости образуется бурая пленка. Итак, мы с вами рассмотрели основные часто встречающиеся примеси согласно общей фармакопенной статье. Оценка специфических примесей будет указана в соответствующих фармакопенных статьях на соответствующие лекарственные средства. Их мы будем рассматривать в частной фармацевтической химии. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.